Чудеса 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 Там, еще поминовения у нас есть в Вселенске и Радонец на девятый день во вторник. Уже вторая неделя после Пасхы, также поминальный день. Мы говорим о Дмитрийской субботе. Установление ее мы вспоминаем о том, как Дмитрий Донской после победы в Куликовом поле с благословения преподобного Сергия и совершил поминовение о всех погибших воинах. Тогда была и трапеза установлена для всех людей, чтобы могли помянуть всех усопших. Всех погибших в той войне. Но со временем оно перешло и поминовение для всех близких, родных. Это день особенный для всей церкви. Конечно же, поминовение здесь только после установления Дмитрия Донским. Это поминовение именно в русской церкви. На Руси. Но до того поминовение осенью было. Общее такое поминовение. Среди осени и было поминовение всех усопших. И оно и продолжается до сих пор. Мы в эти дни особенно вспоминаем всех тех, кто уже не может о себе молиться, кто переступил ту черту, которая разделяет временное от вечного. И это и есть наш христианский долг – молиться о всех. Нельзя сказать, что это горестно, это радостно, когда мы в этот день вспоминаем о усопших. Когда происходит единение всей церкви и живых, и тех, кто жил на душу и только. Живых тех телом, которые здесь находятся на земле, временной этой жизни. И тех, кто находится в вечной жизни. Это единение. Это особенная молитва всех вместе. Потому что нет Бога мертвых, но Бога живых. Для всех Бог есть, Бог живых. И для Бога все равны. И это особенный день, когда все воедино пребывают в общении с Богом, в той молитве. Конечно же, радостно. И уверен в том, что празднично для всех тех, кто нуждается в нашей молитве. И это, конечно, происходит по-особенному. Совершается и божественная литургия, которая вынимается в все частички, до всех усопших. И опускается в кровь Христова. Умывается кровь Христовой молитвой о том, что мы, Господи, всех зеныни напоминаем. Свою честную кровь. Вот честную кровь умывает Господь все прегрешения. Потому что нет безрешных людей. Каждый человек грешен. Один Бог безрешен. И нуждается человек в том, чтобы мы молились за Него. По-особенному и чувствуют они это. И будут благодарны всем нам, когда мы переступим так же этот чертог. И когда встретимся там. Они будут благодарны за эти молитвы. Но важно, чтобы и не просто, вот люди, чтобы понимали правильно, что не просто молитва совершается, вот записочку написал, подал записочку. Говорит, и чаще всего так и бывает, что подают записочки, и тот храм, тот храм подал, по всем храмам я подал, а сам не могу, сам где-то я другим делом занимаюсь. Это неисправимо. И тяжело происходит, потому что близкие, родные как раз по-особенному нуждаются в этих молитвах. И как никто близкий может помолиться за своих родных. По-особенному чувствует, по-особенному передает это и произносит этой молитве. И как раз это возможно, если он сам станет так же рядышком там со священником в храме и будет молиться за ней. Вот эта молитва, особенно есть молитва. Это молитва, которая взывает к милосердию Божию. Мы молимся не о том, чтобы Господь по правоте Своей судью, по правде, а молим о том, чтобы Господь смилосердился. Потому что по правде, то нам тяжело каждому придется ответить за все. А именно молим, чтобы Господь смилосердился каждому из нас и простил наше пререшение. Но молитва, она особенная, когда суборная молитва. Когда так в единодушии и святые молятся за нас, и мы молимся за тех, которые уже не могут молиться о себе, просить у Господа прощения о своих грехах. И прибивают по ту сторону. Важно для нас, чтобы мы понимали это. И сами стремились также вознести эту молитву. И здесь в храме, и везде, каждый, где кто может, там и должен возносить эту молитву. Это единение наше. Потому что нет раздела между живыми и мертвыми. Душа человеческая жива, вечно. И мы все ожидаем того, что воскреснем все. Ради того Господь пришел в мир, ради того Он пострадал, ради того Он и воскрес, чтобы даровать нам жизнь вечную. И мы все ожидаем того, что мы все воскреснем и восстанем в новом облике. В новом теле и тело восстанет, но в новом облике. И, конечно же, со всеми нашими чувствами, со всем тем, что мы пережили, это все останется. Но только будет ощущение уже другое, не такое, как сейчас вот забота о том, что как нам жить, прожить, как нам существовать здесь. Жизнь будет другая. Когда переступает человек эту черту, вот тогда и встрепенется. Вот тогда и задумается. Даже любой, той, кто пытается тут сказать, что я не верю в это все, загробную жизнь, там страшно встрепенется, когда переступит этот чертог, потому что там пристанет перед испытанием. Там откроется перед ним все то, как он провел здесь жизнь. И откроется не просто так, а оценочку он даст уже с взгляда Божьего. Господь откроет, как он правильно видит эти поступки. И вот каждому придется дать ответ за каждый свой поступок. И особенная молитва за тех людей, которые переступают только вот в чертог, потому что как раз в первые дни проходят люди испытания, те, которые переходят в черту, разделяющую временно, от вечно. И проходит испытание, метарство. И тогда особенно и нужна наша поддержка, особенно наша молитва нужна. Поэтому и особенно люди ждут до 40-го дня, эти все дни, когда особенно необходима поддержка всех родных и близких. И, конечно же, по-особенному наш этот день Дмитриевской субботы, потому что это соборная молитва, это единение всех пред Богом. И, конечно же, нам хочется, чтобы все оставили все свои дела и уделили в этот день особое внимание своим родным и близким, всем тем, кто нуждается в их молитве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова